В прошлом году в Санкт-Петербурге с большим успехом прошел концерт народного хора из деревни Кимжа, Мизенского района Архангельской области. А нынче северную столицу посетили соседи Кимжан, народный хор поселка Коинос. Это событие о культурной жизни Петербурга не осталось без внимания Кирилла Хейфица. Поселок у нас, ну как бы сказать, и не маленький, и не большой. Если 800 жителей так. С организацией концерта помогли председатель Архангельского землячества в Петербурге Юрий Федорович Худяков и руководство Дома национальностей. А поездку в Санкт-Петербург организовала заведующая Коиносского Дома культуры Валентина Дмитриевна Попова по приглашению петербургского фольклориста Татьяны Васильевой и организаторов фольклорного фестиваля Александра Невской лавры. Сарафанчик, раздувальчик, раздувайся, пришел петелки шелковые. Мы собираемся, если, например, у нас перед праздником, там месяц-два осталось, мы начинаем собираться на репетиции. Раза два в неделю репетируем по часа, по два, по полтора репетируем. А сюда мы, когда собирались ехать, мы репетировали по три часа. Зал оказался маловат. Большинство зрителей этого замечательного концерта составили земляки хора – лешуконцы и мизенцы, живущие ныне в Санкт-Петербурге, а также ценители фольклора русского севера. В первую минуту мог показаться странным девичий наряд на замужних участницах коллектива. Но только в песнях этих и хороводах заключена вечная молодость. И никогда эти девушки не постареют, хоть и сетуют порой на свое здоровье. А мы тут что, старые кукуры, с одними немочами моимся? На это к фершелу, наверное, сходим. Я ходила вчера к фершелу. И тяга. Да, крайне, то девка приезжает, все спросят, да градусник поставить. Да, все вышибают, да выслушают, да все, че, к чему. Да на анализы, да везде. Я спяшку-то ездила на Эрген. Хорошо Эргену помогает. Хорошо Эргену. Селу Койнас в прошлом году исполнилось 540 лет. Хор Рябинушка гораздо моложе, ему всего 65. В составе хора на фестиваль приехали три исполнительницы еще первого состава. Две из них за время пребывания в Санкт-Петербурге приняли святое крещение в новом крестильном храме Александра Невской Лавры. И за это были несказанно благодарны начальствующим и братьям монастыря. А что, у вас в каждом селе хор есть? Да, ну почти. У нас есть засульская фольклорная группа, усикимская фольклорная группа, вот Койнасская фольклорная группа, в Уснизиме тоже, в деревне тоже есть группа. Но она собирается не так, вот часто, вот по большим праздникам. Закончили концерт прессовой песней «Мне веком тоска не бывала». Участниц хора еще долго не отпускали, расспрашивали о жизни в старинном северном поселке. Я не подружка, не подружку, я не подружку, я тут твоего подголазил, я тут твоего подголазил. В эти песни вложены души наших предков, тех бабушек, которые пели когда-то. Вот эта красота, она до сих пор у нас остается. Если приехать посмотреть и любоваться, можно глаз не дорвать. Вообще прелесть, приезжайте.